И мы, видимо, переходим к следующему докладу. Андрей Владимирович Щербаков. Пожалуйста, Андрей Владимирович, загружайте вашу презентацию. Здравствуйте, коллеги. Хотел сначала презентацию загрузить, пару слов сказать. Очень рад всех видеть. К сожалению, я бы с большей радостью встретил всех очно. Надеюсь, что эта вся ерунда, которую нас год назад посадили и развели всех по квартирам, надеюсь, что это закончится скоро, и мы уже будем все-таки встречаться на самом деле в реальной жизни. Потому что смысл всех этих конференций заключается в этой синергии совместного общения и обмена мнениями глаза в глаза. Потому что, конечно, компьютер этого не дает. У меня доклад будет пересекаться на самом деле и с тем, что Георгий Геннадьевич говорил, и с тем, что Игорь Юрьевич. Я там в процессе расскажу. Так, ну поехали. Значит, прежде чем я буду, я сегодня буду рассказывать про сетевую экономику, как, скажем так, следующий этап развития нашего общества. Но прежде чем мы перейдем к следующему этапу, хотелось бы несколько слов сказать о том, где мы сегодня находимся. Значит, у нас сегодня построен во всем мире глобальный капитализм. Мы все помним, что экономика – это разумное хозяйствование по Аристотелю. Но у Аристотеля был еще такой термин «хрематистика», если вы помните, который означал именно искусство наживать состояние, то есть фактически давать деньги ради денег. И вот если мы посмотрим на сегодняшнюю экономическую нашу ситуацию в целом в мире, то окажется, что как раз вот той самой экономики, о которой мы все говорим, вот ее тут на самом деле очень мало. А вот хрематистика, понятие Аристотеля, она занимает как раз, так сказать, объем намного больше, чем та самая экономика, вернее, то самое хозяйствование. И, соответственно, когда мы все-таки говорим об сегодняшней экономике, то, конечно, надо прежде всего говорить о том, что это скорее хрематистика, чем экономика по Аристотелю. А когда мы будем говорить уже о сетевой экономике, то мы, конечно, должны говорить именно о сетевом хозяйствовании. То есть это у нас принципиальный вопрос, чтобы, как говорил Вольтер, прежде всего спорить, давайте говоримся о терминах. Чтобы не путаться в экономиках, вот давайте все-таки так для себя и пометим, что сегодня мы имеем все-таки больше, скажем так, структуру, которая зарабатывает деньги ради денег, а вообще-то мы должны строить систему, которая будет заниматься удовлетворением потребностей человека и человечества. Значит, соответственно, какие признаки сегодняшней текущей экономики? Их на самом деле три. Это наличие судного процента, наличие финансовой составляющей, которая никак не связана с реальным сектором, и вульгарный материализм, как идеологическая основа общества. Любое общество, любая система имеет цель. То есть обычно об этом как-то не говорят и забывают, но все-таки давайте посмотрим, какая же основная цель капитализма? Она не скрывается. Цель капитализма – это богатство. То есть богатство ради богатства. То есть это является абсолютной целью. И стоит вопрос, а какая цель у человека, каждого из нас? А цель человека – это быть счастливым. Ну, прежде всего. И, соответственно, богатство и счастье – это синоним? Нет, конечно. Многим людям богатство в принципе не нужно. А, соответственно, люди, для которых богатство является фетишем, то есть то, ради чего они живут, чаще всего счастливыми не бывают. Ну, по крайней мере, мой опыт подсказывает. Да и я думаю, что каждый из вас, сталкиваясь с такими людьми, понимает, что эти люди несчастны просто по определению. То есть человек, который всю свою жизнь бегает за богатством или за какими-то атрибутами этого богатства, так вот счастливым его никак нельзя назвать. Счастливым он бывает, дай бог, несколько минут, часов, когда чего-нибудь очередное приобрел. А дальше все. Счастье заканчивается, и начинается опять суета, суета. И всяческая суета, которая он эквазиаст. Итак, что у нас получается? У нас получается, что капитализм, по своей сути, как общество, не соответствует целям человека и человечества. То есть это значит, отсюда мы делаем простой вывод, что капитализм – это очередная переходная просто ступень в развитии общества. То есть мы капитализмом, наше развитие не заканчивается. Это просто некая ступень, которую мы должны перерасти и идти дальше. А что же все-таки будет дальше? Давайте посмотрим. На наш взгляд, следующей фазой развития экономических отношений будет их сетевая форма, которая предполагает ориентацию на раскрытие творческого потенциала человека и общества. Главным будет самосовершенствование личности и формирование общества творцов, в широком смысле этого слова. Такая экономика, видимо, будет иметь собственное название сетевое хозяйствование. Ну, то, о чем я говорил. Или сетевая экономика, в смысле хозяйствование, под которым поднимается индивидуальная или персонализированная удовлетворение всех базов потребностей человека. Здесь я хотел бы небольшую сделать ремарку. Как раз вот то, о чем говорил Игорь Юрьевич. Значит, у нас сегодня... Что мы имеем вообще-то в нашей цивилизации, патриотической, глобальной? Если разобраться по-хорошему, то это цивилизация мусора. Мы с вами производим мусор. Все, что мы производим... Вот ты, Юрьевич, там цифры хорошие приводил по поводу того, что только четверть из того, что сегодня производится в виде продуктов питания, оказывается на столе у людей. Ну, реально потребляется, вернее. Все остальное отправляется на свалку. Только 15% того, что производится из товаров во время пользования, также используются людьми. Все остальное, опять же, отправляется на свалку. То есть, фактически мы с вами производим мусор. Цивилизация мусора. Мы видите, какие огромные кучи мусора выросли вокруг наших городов. Мы помним советское время, когда свалки не были так... Ну, они, конечно, тоже были, но таких огромных свалок, конечно, не было. Но есть еще одна проблема. Сегодня в Тихом океане плавает уже не остров, уже континент мусора. Он размером с три Франции. Там можно на семь дней идти по морю и видеть от горизонта до горизонта только мусор. Фактически, это колоссальная природная катастрофа. И вообще, как бы, что с этим делать, сегодня трудно даже себе представить. Потому что все это перерабатывать, на что вы все переработаете, весь континент, на это уйдет не один десяток лет. Фактически, мы сегодня чем занимаемся? Мы берем природные ресурсы, которые нам дала природа наша земля, матушка, и перерабатываем все это фактически на свалку. Более того, мы еще и ментальный мусор производим. Потому что все, что сегодня идет к нам через всякие средства массовой информации, через интернет, в большинстве своем это ментальный мусор. То есть фактически, я еще повторюсь, мы сегодня цивилизация мусора. Человеку, как выясняется, нужно не так много для дарения его потребностей. А вся вот эта попытка произвести как можно больше, и все как можно больше продать, и получить как можно больше прибыли, это идет как раз из... Это у нас родовое пятно капитализма. Потому что главное богатство, главной целью сегодня, даже юридически, если мы посмотрим наши законы, что любое коммерческое предприятие, любое акционерное общество, общество, меньшее ответственностью, прописано в законе, что его цель – это получение прибыли. Максимализация, максимальное получение прибыли. То есть вот, собственно, отсюда у нас и получается, что вместо того, чтобы удовлетворять потребности людей, мы занимаемся тем, что производим мусор, который в итоге оказывается на свалке. Теперь, значит, какие у нас базовые тезисы сетевой экономики. Значит, первый тезис – это стимул вместо прибыли. В сетевой экономике меняется самопонятие прибыли. Цель любого предприятия – это не извлечение прибыли, а максимальное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах при минимальной прибыли. Нулевая прибыль у нас появится при сетевом социализме, когда в обществе выстроится единая максимальная продвижность труда на основе всеобщей архитизации производства. А при сетевой экономике прибыль должна служить стимулом для совершенствования производства и роста его эффективности. То есть оказаться от прибыли мы сейчас в принципе пока не можем, но и эту прибыль как раз мы должны четко регулировать и ограничивать. Вот это очень важно. Вот и основная задача этой прибыли – не обогащение акционеров или собственников, а именно стимулирование и совершенствование эффективности производства. Это первое. Дальше. Второй базовый тезис – комиссия вместо кредита. Исчезает в самом понятии кредита. Вместо него на всех уровнях хозяйствования предприятий домохозяйства используется беспроцентный заем и расстройка платежа. Меняется роль банков из кредитных учреждений и превращается в цифровые институты финансирования развития экономики и домохозяйства. Банки укрупняются по сериально-хозяйственному признаку. В роли сонного процента играет комиссия банков. При высокой доле цифровизации комиссия не должна превышать 1% отопречаемой суммы. Следующий тезис – частичные внешнеторговые монополии. Внешняя торговля должна предследовать исключительно две цели. Обеспечение страны продукции, которой по объективным причинам не может быть произведена отечественным производителям. Не растут у нас бананы. Что вы хотите с этим сделать? Не растут. Поэтому лучше все-таки их покупать в Африке. А с другой стороны – обеспечить экспорт высокотехнологичных отечественных товаров. В этой связи необходимо вернуть монополию государства на экспорт любого сырья и продукции первого-второго передела. В перспективе экспорт сырья вообще должен быть полностью заменен на экспорт высокотехнологичной продукции. Сальдо внешней торговли должно стремиться к нулю. То есть страна должна экспортировать ровно столько, сколько ей требуется импортного продукта. То, как отрицательный, так и положительный внешнеторговый баланс. Это, кстати, очень показательный момент, потому что, смотрите, значит, отрицательный внешнеторговый баланс – это у нас США. То есть фактически это признак метрополии, когда мы вместо производства товаров печатаем деньги и рассылаем их по всему миру. За это получаем товары. Соответственно, если мы имеем, наоборот, положительный внешнеторговый баланс, как в России и так, то это признак сырьевого придатка. То есть когда мы фактически… Что такое положительный внешнеторговый баланс? То есть мы с вами берем из наших недор сырье, которое, скажем так, нам досталось от предков, отправляем все это за рубеж, и вместо этого сырья мы получаем даже не фантики, а мы получаем строку в чужом компьютере. Вот эту фразу запомните, пожалуйста. Мы, когда с вами получаем расчеты в долларах или в евро, неважно в чем, за наше сырье, это строка в чужом компьютере. То есть это даже не фиатные деньги. Это просто некая фикция, которую в любой момент можно просто-напросто челчком выключить. Что, собственно, нам противострил истории с Ираном, когда их просто взяли и отключили от, так сказать, вот этих вот финансов, которые они вроде как заработали. То есть надо это прекрасно понимать. Поэтому баланс самого внешнеторгового должен быть нулевым. Тогда, соответственно, он обеспечивает действительно необходимую потребность в импортных товарах. Отправляемся на зарубеж экспертные товары, желательно, конечно, высокого передела. И, соответственно, вот этот баланс войдет к нулю. Тогда это действительно признак независимой и суверенной экономики. Следующий тезис – цифровизация экономики. Об этом сейчас очень много говорят. Значит, без этого, к сожалению, мы никуда не двинемся. Основой сетевой экономики является цифровизация всех финансовых и торговых операций между юридическими и также физическими и юридическими лицами. Регистрация всех финансовых операций и торговых сделок в системе блокчейн при строгом соответствии доходов и расходов любого экономического агента позволит максимально повысить эффективность экономики, исключить любые виды экономического паразитирования, коррупции и незаконного обогащения. С другой стороны, возникает опасность, что всеобщая цивилизация сделает человека менее свободным и зависимым от цифровых платформ. Возникает развилка. Либо мы идем в цифровый конслагерь, либо мы идем в сетевое общество. Вот эту развилку, конечно, мы сейчас все должны дружно пройти. И развилка эта у нас проходит не на площадях и даже не в интернете. Эта развилка у нас проходит у каждого в голове. То есть на ментальном уровне мы для себя должны решить, куда мы с вами идем. То есть если мы все дружно скажем, нет, мы не хотим цифровый конслагерь, мы хотим строить справедливое сетевое общество, то, конечно же, наша мыслеформа превратится в реальность сегодняшнего, ну, сегодняшнего визатора дня. Хотелось бы пару слов еще сказать про такой момент, как вот соответствие доходов и расходов. Это очень интересная тема. О ней на самом деле очень давно, мы говорим об этом, не знаю, там, с 90-х годов, наверное, о том, что, ну, если у нас нет закона о соответствии доходов и расходов, то никакой борьбе там с коррупцией и прочими, так сказать, нарушениями просто бессмысленно говорить. Но тут надо понимать одну простую вещь, что, значит, вот там в тех же штатах, допустим, у них такой закон есть, ну, и в Европе он тоже есть. Это как, отменило коррупцию? Да ничего подобного. Просто коррупция стала официально называться лоббированием. То есть мы должны понимать одну простую вещь – коррупция и капитализм. Это синонимы. Если мы с вами сохраняем капитализм, то коррупция, она неизбежна. Просто она будет носить разные формы. То есть либо такие гипертрофированные и безумные, как у нас сегодня, либо, скажем так, цивилизованные, как, например, в тех же штатах. И будет это называться официально лоббированием. Но практически ничего от этого не поменяется. То есть те, кто был богатым, так и будет богатым. Вот те, кто наживался на своих коррупционных схемах, просто будут наживаться на схемах лоббирования. Вот и вся разница. Поэтому надо понимать простую вещь, что когда к нам человек какой-нибудь говорит о том, что он борец с коррупцией, мы должны его прежде всего спросить. А ты за капитализм или против капитализма? Потому что если мы при капитализме начинаем бороться с коррупцией, то это, извините, пчелы против меда. То есть мы ни с какой коррупцией, при капитализме никогда не справимся. Мы можем только и легализовать. Путем закона о соответствии доходов и расходов. Хотя закон в любом случае такой нужен. Это не имеет значения. Дальше. Значит, планированные прогнозирования. Следующий тезис. Повышение эффективности экономики в целом должно способствовать максимально подробное планирование и производство товаров и услуг, то есть возрожденный госплан. Причем в государственном секторе дневное планирование должно быть не менее 90%, а в области малого и среднего бизнеса за счет госзаказа не менее 60%. Должно быть статистическое планирование на 50-100 лет, среднесрочное планирование на 25-30 лет и текущее планирование на 5-10 лет. Планирование должно также считать статистическим прогнозированием, то есть это некая структура типа КОС-прогноз. Прогнозирование должно опираться на тенденции развития науки и техники, а также следить за изменениями структуры потребления в связи с научно-техническим прогрессом. Ну, вот такой пример можно привести, что, например, 30 лет назад компьютер, это была вещь такая, не то что, так сказать, нужная вообще, она была, если брать Россию, то она была нечто такое, ну, это персональный компьютер, нечто очень редкое вообще, в принципе. А сегодня, фактически, компьютер уже переходит в разряд предметов первой необходимости, потому что, скажем так, для, например, так сказать, вот сегодня для обучения, например, да, так сказать, уже в семье без компьютера нельзя. Если у него есть дети, то без компьютера уже невозможно с ними, ну, чтобы они учились, учитывая сегодняшнюю пандемию и так далее. То есть, вот эти моменты надо обязательно учитывать и прогнозировать, и смотреть далеко вперед. Ну, кстати, о прогнозировании и о том, как далеко вперед мы смотрим, я чуть попозже скажу уже в конце. Ценообразование. Ценообразование в системе обществе складывается из прямых материальных затрат, трудозатрат, коммунальных и прочих платежей, амортизации, единого налога и устанавливаем для каждой отрасли максимальные проценты прибыли. Специальный государственный орган, основной комитет, на постоянной основе мониторит все процессы ценообразования, устанавливает максимальные, минимальные цены на основные виды сырья, материалов, энергоресурсов, товаров первой необходимости, в зависимости от прямых затрат и региональных особенностей. В случае необходимости поддержки отдельных отраслей или снижения социальной нагрузки на домохозяйство предусматривается снижение цены товара или услуги за счет датирования производителей. Здесь надо вот такой момент сказать. Сегодня у нас, смотрите, самая большая рентабельность это на добыче и переработке сырья. То есть у нас металлурги, сырьевики наши, все имеют там рентабельность не меньше 30%, а то и больше. 30-40%. То есть если посмотреть сегодня рентабельность нефтехимии, или нефтяников, или металлургов, цветных, черных, неважно, вот там рентабельность вот это за 30-40%. Машиностроение у нас сегодня рентабельность меньше 10%. То есть хотя бы по большому счету должно быть наоборот. Кстати, если брать тот же Советский Союз, там все было ровно наоборот. То есть в сырьевом секторе была минимальная рентабельность, за счет этого, естественно, поддерживались достаточно низкие цены на сырье. За счет этого машиностроение могло, имело возможность, соответственно, получая дешевое сырье, иметь высокую рентабельность и, соответственно, вкладывать в модернизацию и в обновление производства. Сегодня такой возможности наше настроение не имеет. Это вопрос, который надо четко отслеживать и обязательно мониторить. Значит, здесь я могу сразу сказать, что вот эти все процессы, о которых я говорю, я имею в виду ценообразование и контроль за ценами, это не выдумка и не переживки советского прошлого. Во всех развитых странах это делается, причем делается очень жестко. Значит, в той же Франции, которую всегда я привожу в качестве примера, есть ценовой комиссариат. Вот, значит, вот, кстати, ЦК. И в каждом регионе есть комиссар по ценам, которые жестко следят за ценами на основные, там у них более двух тысяч, по-моему, так сказать, продуктов, за которыми не следят. И если вдруг по какой-то причине цена вырастает, вот, то тут же это влечет за собой, если это, ну, рост цены был необоснованный, а вот так захотелось, например, так сказать, там каким-то продавцам или производителям хочу цену поднять. Вот, то там штрафы такие, что фактически иногда люди просто бизнес закрывают, потому что дальше штрафы такие, что, ну, просто запретительные штрафы. Поэтому никто даже не рискует заниматься такими вещами, как безосновательное повышение цен. У нас же сплошь и рядом. Могу конкретный пример привести, с Нового года у нас на черный металл поднялась цена в среднем на 40%. Вот, это вот сейчас, с этого Нового года. 40% это, на мой взгляд, так сказать, преступление. Вот, если бы такое произошло в Штатах, эти люди уже сидели бы в тюрьме. Если, я говорю, если бы в той же Франции произошло, то штрафы там были бы такие, что эти все предприятия уже бы продавались с молока. А у нас это даже никто не заметил. Ну, то есть, это никого не интересует. Ни Минфронторг, ни федеральную антимонопольную службу, никого. Это вопрос вот сегодняшнего дня. Так, поехали дальше. Значит, кость регулирования. Вместо всех операционных налогов, НДС, НДФЛ, социальные налоги, налог на прибыль и так далее, вводится единый налог с оборудов в размере от 3 до 6%, в зависимости от расстрой приорудований предприятия. На доходы физических лиц, нескольких превышающих среднюю зарплату по стране, вводится дополнительный прогрессивный налог от 25 до 80%. В каждом регионе устанавливается минимальная заработная плата в два раза превышающая реальный прожиточный минимум. Биржи, акции и прочие финансовые инструменты должны быть постепенно упразднены как инструменты финансово-паразитированные. Итак, пробежавшись по тезису по сетевой экономике, мы сейчас можем перейти уже к определению, что же такое сетевая экономика. То есть, с одной стороны, это экономическая модель сетевого общества, а с другой, переходная экономическая форма от глобального капитализма к сетевому социализму. Исходя из базовых тестов сетевого экономики, мы теперь даем на определение. Сетевая экономика – это способ хозяйствования, который при помощи справедливого распределения производимого продукта в интересах всего социума достигает цели построения общества, в котором каждый человек сможет жить по совести, быть счастливым и раскрыться как творческая личность. То есть, мы во главу угла ставим не зарабатывание денег и вообще не деньги. Мы во главу угла ставим человека, его, скажем так, его развитие, его творческий рост, и его, скажем так, социальный и просто человеческий статус. Вот что такое сетевая экономика в основе своей. Принципы сетевоэкономики, буквально тезисно. Цель любого, еще раз, это практически повторение, но немножко в другом формате. Цель любого подприятия не извлечения прибыли, а максимальное удовлетворение и потребности общества в реальных товарах и услугах. Индивидуальный подход к изготовлению вещей – конец массового производства. То есть, мы больше не делаем там товаров, товаров, так сказать, на все случаи жизни. Мы конкретно каждому человеку делаем то, что ему непосредственно нужно. Глубокая переработка отходов позволяет максимально экономить ресурсы, а возможность апгрейда, заложенная при создании вещей, делает их практически вечными. Ну, сегодня это уже классический пример, когда раньше автомобили десятилетиями ходили, на них люди ездили. Вот мы сегодня можем даже иногда наблюдать как экзотику, какую-нибудь там машину Победа, которая едет по Москве с 47-го года выпуска. И она до сих пор на ходу ездит. А современные автомобили рассчитаны на то, чтобы через 3 года их выкинули. Соответственно, и это прям прописывается, так сказать, сегодня, навязывается всему собственному, что вот 3 года поездил, выкидывает, пупай новый. Значит, общественное пользование средствами производства, совместное владение предметными, доловременное пользование. Природа, ресурсы, энергосбережение, основа сетевой экономики. Бережное отношение к ресурсам и их возобновление приведет к новому этапу взаимодействия между человеком и природой. Природа станет одной из производительных сил. Вот теперь поговорим о такой популярной сегодня теме, как цифровой рубль. Значит, собственно, о цифровом рубле мы говорим уже 5 лет. Вот в 16-м году мы впервые об этом заговорили, что эту тему надо обязательно двигать и развивать. Только вопрос, вот в чем цель этого цифрового рубля. Вот это самое главное. Мы говорим всегда о целях. То есть вот то, о чем Георгий Геннадьевич с чего начинал, о смыслах и целях. Вот цель этого цифрового рубля, цель с нашей точки зрения цифрового рубля, это улучшение экономической ситуации в стране в целом. И второе, это переход на новые принципы социальной организации. Но не в смысле всеобщего тотального контроля, а в смысле именно улучшения социальной атмосферы в обществе и возможностей для более широкого творчества наших людей. Вот это как бы основа. То есть надо понимать, с какой целью мы вводим цифровой рубль. Значит, что можно сделать с помощью цифрового рубля? Какие проблемы российской экономики можно решить? Во-первых, это с его помощью можно поднять уровень монетизации до желаемого 90-100%. Сегодня, вы знаете, у нас не больше 45, а с небольшим процентов сегодня у нас монетизация. То есть, ВФ нам запрещает больше печатать деньги. Во-вторых, выпуск цифровых рублей надо проводить без процентов. То есть доступ к цифровому рублю должен быть исключительно на бескомиссионной основе. То есть мы отказываемся от сотного процента. Это очень важный момент. Про сотный процент уже много говорили, но я такой конкретный пример, чтобы понимать разницу между сотным процентом и комиссией. Смотрите, вот если мы, допустим, с вами работаем с банков и берем по 10% годовых кредит, ну, казалось бы, 10% так мало, но мы привыкли, да, помните, и 100 было у нас, и 200% в 90-е годы. Вот еще недавно было 25%, а сейчас вот 10%. Ну, как здорово. Значит, так вот, если вы берете, допустим, под покупку жилья, например, 6 миллионов на 10 лет, то в итоге вы вернете банку 9 миллионов. А если вы возьмете у того же банка, допустим, те же 6 миллионов, но с комиссией 10%, казалось бы, комиссия 10%, очень большая комиссия, но в итоге вы банку вернете 6 миллионов 600 тысяч. То есть чувствуете разницу между комиссией и процентом. Вот это очень важно понимать, потому что иногда так вот народ как-то не понимает этого момента. Итак, следующее, третье преимущество. Выпущенный по схеме блокчейн, цифровый рубль будет полностью подконтролен имитенту, то есть центральному банку, и весь оборот будет прозрачен. Четвертых, при обороте цифрового рубля необходимо ввести специальное налогообложение, единый налог с оборотом в размере 36%, который обеспечит бухгалтерский учет, облегчит бухгалтерский учет и, честно, упростит налоговое администрирование. То есть по нашему предложению вот эти комиссии должны, вернее, эти налоги должны списываться сразу при получении денег между юридическими лицами. То есть, соответственно, фактически мы убираем всякое налогообложение, то есть налоги списываются автоматически, и фактически предприятия не нуждаются ни в каких, так сказать, налоговых проверках и так далее. То есть пришли деньги, деньги списались, с государством рассчитался, все, вопрос закрыт. Значит, в-пятых, единый налог с оборотом, взимаемый с любой банковской транзакцией, позволит пополнять российский бюджет практически ежедневно, а следовательно, и расходы бюджета можно будет равномерно в течение года, а не так, как в настоящее время, когда 80% бюджетных денег тратится в последние 4 календарных месяца. Надя, даже комментировать не буду, это всем уже известно, эта история, что у нас деньги бюджета тратятся в конце года, в таком авральном режиме. При внедрении налога с оборота федеральная налоговая служба наконец-то займется действительно полезным до общества делом, это следить за соответствием доходов и расходов, о чем мы уже говорили. Итак, все эти меры, связанные с внедрением цифрового рубля, дадут взрывной синергетический эффект для российской экономики, сравнимый с экономическими эффектами при переходе на бумажные деньги. Цифровый рубль лимитируется через цифровую платформу Центрального банка, минуя коммерческие банки. При субсидировании предприятия ЦБ берет 1%, то есть той самой комиссии. Все прочие транзакции проводятся на платформе без участия банка с минимальной комиссией от 0,1, но 0,5%. Вот. Значит, мы у себя в институте при поддержке нашего встретительского клуба уже много лет еще, начинали мы это еще с Сергеевича Чернавкин, вот, а сегодня мы уже мы продолжаем эту работу, мы занимаемся совершенствованием той модели, экономической модели нашего общества, которую еще с Сергеевичем начинали делать. Вот. И вот в прошедшем году мы сделали эту модель, очередную, скажем так, версию этой модели, которая позволяет посмотреть такую очень интересную вещь, а может ли наша страна в принципе, да, жить без экспортно-импортных операций, то есть вот только за счет внутренней нашей внутреннего производства. То есть мы взяли, вот здесь представлена схема пополнения бюджета от нашей, от внутренней части экономики, то есть без внешне, внешнеэкономических наших отразаций. Значит, соответственно, вот эта система Назантута, мы ее сделали просчитали, получились очень интересные результаты. Да, я говорю, значит, позапрошлом году, как раз накануне вот этих всех событий, мы сделали такой расчет по поводу тех же, то есть тот же бюджет, мы посчитали и состояние нашей экономики с точки зрения повышения налога на НДС, НДС на 2%. Тогда выяснилась у нас такая печальная вещь, что вот эти 2%, которые поднялись с 90-го года, фактически привели нашу экономику в состоянии стагнации. То есть фактически наша экономика вот этих 2% не хватало для того, чтобы наша экономика начала стагнировать и, ну, скажем так, ну, слово уничтожение, конечно, не очень хорошо, но фактически да. Вот, то есть это такое ручное, фактически, ручное убийство нашей экономики. Вот, собственно, что мы наблюдали на протяжении 19-го года и наблюдали в течение 20-го года. Фактически пандемия, она, ну, тут двояко, с одной стороны, она, конечно, такие процессы ускорила именно по стагнации нашей экономики, а с другой стороны в какой-то степени даже помогла нашей экономике, потому что несколько месяцев мы жили без госадминистрирования, что, в принципе, как выяснилось, для нашей страны очень хорошо. То есть фактически мы увидели такую вещь, что, оказывается, если вдруг в какой-то момент государство устранится от постоянного вмешивания в экономические процессы, то от этого ничего плохого не будет, наоборот, будет только хорошо. И вот этот момент он как раз вот 20-й год нам показал. То есть фактически пандемия, она такую на экономику сделала такое двоякое такое влияние имела. Так вот, мы в конце 19-го года, когда построили эту модель, мы издали книжку «Экономика России. Математическая модель», где показали, что, в общем-то, нас ждет серьезный кризис. Ну, собственно, что он в 20-м году и произошел. А пандемия, еще раз говорю, что она позволила только списать на нее этот кризис, хотя на истоке его, конечно, не в пандемии. А вот в конце прошлого года мы как раз решили, что хватит нам негатива, надо все-таки в позитив работать. И вот мы взяли и посчитали, а что нам можно сделать, чтобы вытащить ситуацию, сорву из этой ситуации. И оказалось, да, можно. Переход на цифровый рубль со всеми, вот вытекая со всеми то, что я перечислил, пунктами, он дает очень интересный, я бы сказал, действительно взрывной эффект. И вот модель это показала. Значит, первое, введение единой налогов при одновременной отмене всех остальных налогов при сохранении нефтегазовых доходов дает в первый же год консолидированному бюджету дополнительные 3 триллиона рублей. То есть, фактически, мы на ровном месте получаем дополнительные 3 триллиона. Вот, с учетом того, что в этом году бюджет не досчитался, это я имею в виду бюджету 3 триллиона, в этом году бюджет не досчитался от 7 до 8 триллионов рублей, это, конечно, хорошая цифра. Вот, значит, при увеличении средней зарплаты и средней пенсии в два раза от 90 до 96, соответственно, и 30 тысяч рублей, соответственно, годовой ОВП России увеличится до уровня 142,9 триллионов рублей. То есть, за 4 года после введения единого налогового с оборотом и цифрового рубля рост российской экономики может составить 31 процент. То есть, около 7 процентов в год. То есть, фактически, мы сегодня имеем у себя достаточно серьезный рецепт, как нам вытащить ситуацию из этой, нам вычесть из этой ситуации. Но самое интересное в другом, что если мы действительно это все сделаем, то нам не нужны будут нефтегазовые доходы. Фактически, страна может жить без продажи сырья. То есть, мы можем оставить экспорт на уровне импорта, сегодня у нас с вами где-то 300 с лишним миллиардов долларов это экспорт и там порядка 200 миллиардов долларов это импорт. Соответственно, 100 с лишним миллиардов долларов мы просто с вами выбрасываем на ветер. Я уже объяснял, что это все, это просто деньги выкинутые на самом деле никуда. Друзья, не деньги, а деньги, ладно, это именно сырье, которое мы с вами обладаем, которое владеем, все это просто-напросто мы их спускаем непонятно куда. То есть, мы могли бы оставить экспорт ровно на объеме импорта и фактически, то есть, сведя экспортный импортный баланс клюв. Потому что, к сожалению, мы не сможем в ближайшие 10-15 лет полностью перейти на отечественное производство. То есть, импорт нам все равно нужен. Так или иначе. Но, фактически, мы можем просто-напросто свести потери страны в этом плане к нулю. Потери от экспорта, которые сегодня реально есть. И жить действительно за счет внутреннего производства, за счет внутренней экономики. Ну все, на этом я на самом деле заканчиваю. Я сейчас хочу сказать несколько слов о наших работах. Мы занимаемся, в Срединский клуб, мы занимаемся вопросами будущего уже на протяжении 5 лет. В 2016 году мы издали книжку «Россия-2012». То есть, мы рассмотрели будущее нашей России на 100 лет вперед. Значит, в течение ближайших лет мы постоянно вот этот вопрос поднимали. вот образ будущего у нас достаточно хорошо прорисовывал. Более того, в этом году мы неплохо, на мой взгляд, проработали вопрос идеологии. Значит, у нас вышли две книги. Время, одна была просто в электронном виде, апрельские тезисы. Как раз в апреле мы их продискутировали и разместили на сайтах на всех своих. А уже в конце года, где-то, в конце лета, где-то в сентябре мы издали книжку «Новый общественный договор», в котором как раз проговорили вопросы новой идеологии. И там они очень хорошо построены и прописаны. Ну и вот следующий уровень, который мы сегодня перешли, это сетевая экономика. То, о чем я говорю. То есть, это тоже здесь обложка книги нашей сетевой экономикой, изданной в конце прошлого года. Соответственно, все эти книжки, они есть у нас на сайтах. Я вот здесь их привожу из Срединского клуба и Института имени Менделеева. Они все доступны для скачивания. То есть, есть сайт имени Курдюмова, который тоже, соответственно, там все тоже это есть. Все это доступно для скачивания. Мы всех просто настоятельно приглашаем в диалогу на эту тему, потому что вариться в собственном соку уже хватит. Мы пытались это сделать этим летом, собирая несколько экоклубов. Ну, реки, конечно, слава Богу, есть, но пока еще очень слабые. Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы подключаться к этой работе. И это наша общая задача. Мы с вами должны сегодня сформировать это будущее. Если мы хотим в этом новом, хорошем, светлом, замечательном будущем жить, мы должны его сначала с вами все сформировать у себя в голове. то есть, так работает, к сожалению, социум. То есть, мы сначала, мы не можем отсюда перейти куда-то в светлое будущее, не сформировав это будущее, сначала ментально. То есть, мы сначала должны с вами ментально сформировать это будущее, а потом уже, так сказать, искать пути перехода в него. Если мы будем смотреть сегодняшний, особенно, как многие делают, в вчерашний день, никакого завтрашнего светлого у нас не будет. Поэтому, пожалуйста, всех приглашаем к диалогу, мы открыты, вот, читайте все, что мы написали, у нас очень хорошим, 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 спокойным, не наукообразным языком написаны книги, они предназначены для широкого читателя, поэтому легко усваиваются, вот, и, конечно же, просим всех присоединяться к этой работе. Спасибо большое за внимание. Все, я закончил. Спасибо большое за доклад, Андрей Владимирович. Вот к вам вопрос от Любови Наумовны, она спрашивает, сколько времени понадобится для построения того общества, образ которого вы так хорошо представили. В 1944 году писатель Томас Ман в статье «Судьба и задача» надеялся, что опыт Второй мировой войны заставит человечество создать общество, где будет доминировать социальная справедливость и где человек будет чувствовать себя защищенным. Почти 80 лет ничего не изменили, скорее наоборот. Вот такой вопрос. Смотрите, тут есть два уровня работы. Если речь идет, например, о чисто экономических, экономических вопросах, то есть речь идет чисто о переходе нашей экономики на новые принципы, новые рельсы. По нашим расчетам достаточно четырех лет. То есть вот если мы сегодня начнем внедрение тех технологий, о которых я сегодня рассказал, то через 25-м году мы уже будем иметь практически в полтора раза больше ВВП и абсолютную независимость от экспорта сырьев. То есть фактически нам это будет уже не нужно. Вот та сырьевая модель она просто будет разрушена. Кстати, это не новость на самом деле. Мы об этом говорим уже на протяжении многих лет. Другое дело, что сегодня под это подложен всеверная математика, матемическая модель и так далее. А в принципе, сами основные принципы, у них мы говорим уже в ныгрях просто есть очень мощное сопротивление как внутри, как снаружи, чтобы к этому мы не приходили. Это с точки зрения экономики. А насчет общества тут, понимаете, в чем дело? Как это все работает? Значит, вот я все время привожу этот пример середины 19 века, да, 1828-го года. То есть положение рабочих, оно, ну, скажем так, там 16-17, 18-часовой рабочий день. Детский труд, продолжительность жизни рабочего, там, максимум, 30, 28-30 лет. То есть фактически рабочий был на положении хуже раба на тот момент, так сказать, его положение. Вдруг там собираются два мужика, бородатые, да, и говорят, так сказать, а вот тот самый рабочий, который сегодня находится в таком вот жутком совершенно положении, он магический капитализм, он будет, там, на самом деле, это тот самый прогрессивный класс, который, за которым будешь. То есть, понимаете, нет никаких вот предпосылок, казалось бы, если посмотреть вокруг, то, ну, а каких вообще предпосылок того, что рабочий класс будет, там, доминирующий класс, и что он, так сказать, прогрессивный класс. Ничего такого подобного нет. Однако, вот это, вот это, конструкция ментальная, которую они в своем манифесте, ну, понимаете, в манифесте мистической партии прогласили, буквально там через, ну, сколько это получается, 70 лет, они были реализованы в отдельно взятой стране. Вот. Там, другое дело, как реализованы, и так далее, там можно много говорить, так сказать, что были, конечно, недостатки, но, фактически, вот это было сделано. И как опыт, вот, я считаю, так сказать, советский опыт, это замечательный, великолепный опыт, который надо сегодня, опять же, возвращаться к нему, анализировать, брать оттуда самое лучшее и делать уже, так сказать, новом качестве. Поэтому, фактически, если, как это все работает, то есть, никто, в данном случае, научное сообщество, которое мы призываем, должно придумать, как это все будет. Вот. После этого, это надо сформировать в очень удобоваримой форме, чтобы это было воспринято массами, и как только идея охватит массы, вот, после этого, вот это коллективное, бессознательное, которое, на самом деле, является основной движущей, силой всех общественных преобразований, вот, оно, так сказать, уже дальше начнет работать, и мы все дружно пойдем в новое общество, несмотря на сопротивление, конечно, колоссальное сопротивление тех, кто не хочет, чтобы мы туда шли. Я ответил на вопрос? Спасибо большое за ответ.